Приветствую вас. Если честно, я не очень понимаю, в чем конкретно вы хотите помощи от специалистов. У вас есть свои представления о том, как мужчина и женщина должны вести себя в отношениях. У вас не плохие и не хорошие представления, просто они у вас свои, а у вашего мужчины они свои. И так получается, что представления у вас хоть и схожие где-то в чем-то, но все же и различаются достаточно сильно. Хотя, как мне кажется, восходит все-таки к достаточно похожим моментам. Глобальная проблема ваша заключается именно в отсутствии доверия между вами. Причем глобальная проблема заключается в неуверенности в себе вашего мужчины, как следствие ревности, как следствие тревожности, некой такой вот спонтанности, да, желания контролировать вас, требования и прочего. И, понимаете, я вот просто не уверен в том, что вы отдаёте себе отсчёт в последствиях того, какую модель поведения вы выбрали по отношению к мужчине. Вы пишите, я дословно, я цитирую вас, что я девочка и хочу узнать, что если я обиделась, то мужчина меня не бросит. Вот, понимаете, ваше воскресенье в психологии проблемы, она заключается именно в этом. Что тот факт, что вы девочка, то есть ребёнок, позволяет вам обижаться, то есть перекладывать ответственность на другого человека, на мужчину, тем самым манипулировать им и его чувством вины. И при этом ожидать, что он вас не бросит. Понимаете? В этой позиции не было бы ничего плохого для вас, я имею ввиду именно негативного, вредного. Если бы вы поступали так, как хочет мужчина. То есть не курили бы, не ходили к подругам, не ездили на заработки в Европу. Но вы, я так понимаю, всё это делаете. Вместе с тем вы хотите, чтобы мужчина относился к вам вот так. То есть вы хотите, по сути, быть уверенным в человеке. Но возникает вопрос. А уверены ли вы в себе? Не было ли у вас смысла, почему мужчина поверил тому, что про вас говорили другие? Не было ли у вас смысла о том, что если человек способен, как вы написали, поговорить, не поговорить с вами, расстаться, то он это будет делать постоянно. Манипулируя тем самым вами, пытаясь привязать вас к себе, потому что он ревнует и стремится контролировать вас. Не было ли у вас смысла о том, что манипулирует вами он через такое поведение, в том числе и потому, что вы манипулируете им? Он перекладывает ответственность за свою ревность, за свои страхи, неуверенность на вас, а вы перекладываете ответственность за практически то же самое, кроме ревности только, на него. Вот получается, что не отношения, а сплошная игра. И здесь и мама виновата, которая наускивает его и не любит вас, и друзья, и расстояние. Понимаете? Все, кроме вас, кроме вашей активности, кроме вашего выбора. Виновата, ведь человек, который поступает определенным образом, будучи взрослым, будучи зрелым, он будет поступать так и в будущем. Ничего не изменится. Но у меня ощущение, что вы ожидаете, что он изменится. Дальше. Любовь, она как бы идет очень близко с будущим, с семьей. В совокупности с тем, что вы как бы ждете от мужчины спокойного восприятия ваших обидов, это выглядит как глобальное стремление к стабильности и защищенности, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что сами себя вы защищены не чувствуете, и хотите, чтобы защищал вас мужчина. Ну, собственно, вы и выбираете себе такого человека, который любит контролировать. Мы думаем, что вам этого контроля хочется. Только контроль, это всегда вот то, что вы видите. Это всегда тревога партнера, это всегда неуверенность партнера своих, это всегда ограничение партнера. Значит, вас, мужчина пытается вас ограничить. Ревность, подозрение, страх. И вот опять же вопрос, отдаете ли вы себе отсчет в последствиях того, какие отношения с кем и как вы выстраиваете? А какое значение для вас имеет отношение? То есть вот вы как относитесь к человеку? Чего вы хотите для него? И для него ли вы хотите всего того, что чувствуете? Вот так вот, серьезно, если... Честно, если себя спросить, честно, если себя ответить. Если вы хотите, например, чтобы он был счастлив, ну, совершенно очевидно, что с вами он не счастлив. Потому что вы не хотите и, в общем-то, имеете на то право сделать то, что он вам говорит, а именно не курить, а не ходить к подруге, не ездить из Европы на заработки. Вы имеете право не следовать его требованиям. Но и он для себя, исходя из этого, имеет право сделать вывод, что с вами он не счастлив, а значит расстаться. Понимаете? Следующий момент. Это то, что вы говорите мы. Мы. То есть вы говорите, что мы расстались, я все равно его жду, я его люблю, я знаю, что он любит меня. Это вы описываете признаки созависимости. В том смысле, что размытые личные границы, принятие решения не только за себя, как бы, ну, не желание принимать реальность, то есть, по сути, расстались, но вы продолжаете что-нибудь в отношениях. А вот. Попытка объяснить расставание, да, то есть, ну, почему вы расстаетесь, собственно. То есть, ну, причины, попытки найти причины виноваты в том, что вы расстаетесь. Вот. Это тоже такая достаточно негативная, как мне кажется, история. И самое главное, вот, значит, вы пишите, как можно отказаться от того, кого любишь, и собраться строить семью. Ну, во-первых, любовь и отказ никак и друг с другом не связаны. Вот. Как и с построением семьи. То есть, мне очень печально, на самом деле, что вы видите корреляцию в этих вопросах, да, то есть, вот, отказ, любовь и построение семьи. Мне очень, очень, ну, мне очень, очень грустно, что вы видите в этом корреляцию. Вот. И, я думаю, что здесь необходимо этот момент обязательно проработать. То есть, разграничить любовь, построение семьи и отказ, вот, от человека. Я бы сказал, что само понятие отказ от человека, да, звучит несколько некорректно здесь. Так, далее вы почему-то судите по себе. То есть, вы говорите, ну, я же вот с ним была, когда было невыносимо тяжело, я же с ним находилась в отношениях. То есть, о, причём, о, причём здесь вы и мы же имя. Ну, не совсем, опять же, понятно. То есть, о, есть, о, два условно разных человека. Каждый с своим видением ситуации. Вот. Вот. Вы почему-то сравниваете эти, ну, вы сравниваете, по сути, две психологические вселенные. Вот. И, на мой взгляд, очень таким вот тревожным фактором является то, что вы, ага, как бы судите по себе. То есть, что именно вот, ну, именно по себе вы судите. Не принимаете человека, вот, что у человека, может быть, там, ну, своё, своё представление, да, свой, свой способ переживать какие-то вещи, да, свой способ на них реагировать. Вот. А именно, именно вот судите по себе. И как будто бы ставите ему вину. Вот. Эм, такая вот история. Эм, ну, и дальше вы уже просто ищите какие-то объяснения, рационализируете. Эм, вот. Эм, так мне кажется, что здесь вот такая, такая проблематика. Эм, я сейчас вам, вам скажу, еще точнее укажу на ряд моментов. Эм, смотрите, значит. Эм, первое. Вы пишите, работали в одном месте, начал проявлять ко мне внимание, а далее мы начали созваниваться и встретились в парке. Что между вами общего? Что между вами общего? Что вас объединяет? Да, то есть, собственно, на чём выстраиваются ваши отношения, а какой фундамент у них? Все было, все было отлично в пищевых. Это как? Ругались в пищевых, как все. То есть, ну, я не знаю, кого вы имеете в виду, как все, но все не ругаются. Совершенно точно. То есть, эээ, ругаются, как правило, люди, которые играют в психологическую игру «Скандал». Ну, если изучить эту игру, в интернете она есть, вот, почитайте про неё. Вот, так что ругаются не все, все здесь ни при чём. Вы ругаетесь, причём вы лично ругаетесь. Вы вносите свой вклад в ссору, в конфликт, а значит, есть чувства, которые вы не осознаёте свои. Ну, почитайте про игру, там написано более подробно. Дальше. Ага, значит, друг без друга не могли. Ну, опять же, чтобы вкладывать в это понятие. То есть, если в хорошем смысле этого слова не могли друг другу, то окей. А если это вот действительно такая вот своего рода болезненная привязка, то это проблема. Это, опять же, созависимость. Вами описывается. Дальше. Один из друзей наговорил его маме про меня различные гадости и про моё прошлое. И вот здесь вопрос о том, принимаете ли вы своё прошлое. И если да, то почему, ну, молодой человек узнал о нём не от вас. Опять же, поймите правильно. Я вас не всем не обвиняю. Я думаю, что личная жизнь человека, это личная жизнь человека. Я думаю, что человек имеет право, ну, как бы, на приватность своей личной жизни. Вот. Но. Но. В то же время, вопрос заключается в том, насколько вы принимаете то, что у вас было. Тот опыт, который у вас был. Принимаете ли вы его этот самый опыт? Вот. Мне, опять же, показалось, что нет. Мне показалось, что вы не принимаете свой прошлый опыт. Именно поэтому, условно говоря, ну, получилось, да, испортить ваши отношения. Но, неприятность в том, что любой бы человек и любая какая-то вещь могли бы испортить ваши отношения, если в них у вас нет доверия. А судя по тому, что вы пишите, доверие как раз таки нет. Потому что вы не доверяете себе, отрицая или скрывая опыт свой прошлый. И вы не доверяете человеку, потому что, ну, судя по всему, об этом вы ему не говорите. Момент в том, что я не считаю, что вы должны говорить ему что-то. Но, если вы в отношениях, и этот человек близкий, и, как вы говорите, вот, ну, вы собраны там строить семью и всякое такое, то, ну, наверное, доверять вам, я думаю, человеку стоит. Вот. Вы же, вы же, опять же, этого не делаете. То есть, эм, тут вот как бы непонятно, да. Вот. Тем более, что вы ругались, и какое-то вот представление о том, эм, что это за эм, человек, да. Эм, значит, эм, и как он проагирует на ваше прошлое, ну, вы, опять же, не могли, эм, не знать. Вот. Поэтому здесь идея, конечно, про вашу личную, как я уже сказал, ответственность, и про ваше, ваше принятие своего прошлого. Дальше, он исчез, я не понимал, а в итоге закопала свои стены, а, поговорили, всем объяснял, никогда не брала. Ну, эм, вот, понимаете, эм, здесь, ну, мне кажется, некая вина есть. То есть, вот, мне так кажется, и мне так кажется, что вы себя, эм, вы себя, вы себя как будто бы, винить, может, вы себя как будто бы вините, эм, за прошлое, которое у вас, ну, было, вот. Знаете, а человек вам просто отзеркаливает, отзеркаливает. Дальше, эм, через день ночи в море, на тот момент мы встречались, я его ждала, были пора вырастаться, потому что страшно ревновал, не знаю, но знаю то, что он меня любил. А, ну, вы не можете, я вот в том-то и делал, это еще один очень важный момент, что вы не можете знать, любил ли вам человек или нет, любит ли вам человек или нет, вы этого знать не можете. Почему? Потому что это чувство другого человека, не ваше чувство, чувство другого. И поэтому вы не можете знать, любит он вас или нет. Вы можете знать только про свои чувства, вы можете знать, что чувствуете вы, вы можете знать, как относится к вам человек, это правда, вы можете знать, как относится к вам человек, именно как относится человек, вы знать можете, но вы не можете знать, любит он вас или нет. Потому что люди иногда совсем не знают, любят они или нет. Это не значит, что он вас не любит, но это лишь значит то, что вы здесь переступаете свою границу и заходите как бы в его границу, понимаете, вот в границе именно вашего молодого человека. И это уже большая проблема, потому что при нарушении личных границ у людей, к сожалению, отношения по факту разрушает. Вот, дальше, в итоге помирились, я простил, я не очень понял, за что вы простили, кстати говоря. Вот, не очень понятно, за что вы его прощали и что вы решили, да? То есть, ну, в общем, не очень понятно, за что вы его простили, если обиделся на руках, и поговорили вы с ним. Вот, то есть, кто на кого обиделся, кто кого за что простил, здесь не понятно. Вот, и, как самое главное, к какому решению вы пришли, тоже не ясно, но, очевидно, что вы, вот, вы знаете, что мужчина, он, ну, он вас ревнует. Вот, и, дальше, он продолжает гнуть свою линию, имеется в виду требовать от вас каких-то вещей, неважно хороших или нет, просто требовать, а вы продолжаете гнуть свою линию. А, значит, ну, двигаясь, как бы, по своим путям. Вот, и непонятно, а смысл тогда в прощении, непонятно, как тогда вы видите свою семью и свои отношения, если никто из вас уступен для друга не хочет, и никто из вас не принимает позицию другого. Вот, собственно, как мне видится, мужчина, он просто почувствовал, вот, просто почувствовал, что вы не изменитесь, и решил, что, как бы, с вами ему больше не по пути. И, вряд ли, честно говоря, здесь это выглядит, ну, нелогично. Да, можно было бы, конечно, по-другому это представить, можно было бы, конечно, по-другому это как-то вот реализовать, да, можно было, безусловно. Но, в целом, его позиция выглядит, ну, как позиция человека, который пытается себя защитить. Это не самая лучшая позиция, не самая мужественная, это не решает проблему, например, ну, проблему неуверенности мужчины, это не решает проблему его страхов, да, но это позиция. А вы её, вот, как бы, судя по тому, что, вот, судя по тому, что вы, ам, эм, эм, пишите, вы не готовы её принять, эту позицию, да? А будущее-то какое у вас, вот, будущее какое у ваших отношений. В этом всё, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго и удачи!